МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оу! Ха-ха! Где кто там? Для кого не секрет, что эти диковинные рыбы водятся далеко за пределами Европы. А вот укращает этих пресноводных монстров Якуб Вагнер. Вот он. Якуб охотится за рыбой и приключениями во всех уголках земного шара. Его маршруты пролегают в самых удаленных и малоизученных регионах планеты. В последние годы он активно исследует реки Южной Америки и Центральной Африки. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, с чем мы начнем сегодня? Будем ловить сама? Будем ловить сама, но... Не, ну, извини. То по часу и шпатни. Погода, вот проблема. Но мы будем пытаться ловить сама. Неделю назад погода была аж что надо. Мы ловили целую ночь. У нас было 14 поклевок. Мы вытащили 9 самов. Четверо. Были более двух метров. А сейчас становится холодно. А можно поймать сегодня на полтора или завтра на полтора хотя бы метра? Мы, конечно, можем поймать и два с половиной метра. Это зависит от удачи. Мы можем поймать много рыбы. Осетра, белугу, белого осетра, щуку, карпа, возможно, толстолобика. И, надеюсь, сама. А может и акулу. А может и кита. Но киты и акулы – это, конечно, шутки. И погода не ахти, холодает. Да и сам Якуб сильно занят. У него важные гости. Но крупной рыбой он меня заинтриговал. Кто бы мог подумать, что в Чехии можно ловить очень крупных самов? Никто. И я не думал об этом. Как вам катушечки, а? В Норвегии. С помощью таких ловил морскую рыбу. Палтуса, по-моему, даже. Пытался поймать, но не поймал. А теперь буду пытаться ловить с Якубом сама. По поводу больших самов у меня не менее большие сомнения. Откуда в небольшой европейской стране большие самы? Я в это абсолютно не верю. Мне кажется, они что-то недоговаривают. Штука 10 килограммов. Штука 10 килограммов. Штука 10 и больше. Большая большая штука здесь 20 килограммов. 20 килограммов? 20 килограммов. Я тебе могу показать фото. Обязательно надо посмотреть фото. Я бы никогда не подумал, что в Чехии могут быть такие огромные щуки. Я? Это 25 килограммов. У нас такие щуки, которые... Самые 2,5 метра. Щуки 25 килограммов. Что-то с трудом в это верится. Ну что, идём дальше? Ещё, да? Около сыграл. Я буду патроны подавать. Патроны. Патроны. Набием. Давай, я буду этот. Можно на одну даже съесть. Как карпы их едят. Я уже съел. Пикантная чвестка. А олег? Ничего особенного. В карпфишинге это стандартная прикормочка из ПВАшного. Мешочка делается. Нестандартность ситуации заключается в том, что мы собираемся поймать карпа на 20 килограммов. А так всё обычное. Карповая насадочка. Карповая пруд. Пур, пруд, да? Род пруд. Пруд. Пруд по-чешски. Удочка пруд. Для меня карпфишинг – это не моя дисциплина, поэтому я не взялся забрасывать, доверив это более опытному человеку. Может быть, сегодня удастся поддержать настоящую рыбу. Ждать долго не пришлось. Давай. Подальки, дальки, дальки. Что это? Ой, дальки, а я садал. О, только, только я не буду, только я не буду. Далекай. О, а! Парисат килограмм, минимум. Виделось? Самое интересное, я видел, как он взял. Он сначала почему-то вышел наверх, плеснулся. После этого поплавок пошёл. На дно сразу же. И чуть не утащил спиннинг. Вовремя Якуб его схватил, но оборвал. Говорит, килограммов сколько? 40-50. Я думаю, 15-20. Ну, рыба не поймана, значит... Что, 15-20? Такой? Да. Да. Сколько? Не 15? 50 минимум. 50? Это была метр 80, рыба. Ты была целая на гладине. Я не успел заменить. Она была вечнее, чем я. Я видел только хвост. Вышел такой. Ты же видел хвост, но этот хвост был тогда великой. Ну да, вот такой хвост. Ну да, может быть. Но я мало ловлю осетров, я не знаю. Да? Велика. 50-40. Рыба в Чехии расслабиться не даёт. Вот что там рыбу? Рыба, 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 рыба. Стараюсь вперёд хвостом зачем-то идти. Я знаю, что уголь вперёд хвостом. Ты же не забыть. Ты же не забыть. Ты же не забыть. Димашка поспешит. Ты ещё будешь витрять. Ещё помаленько. Маленько, думаешь? Вот, пошёл, 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 пошёл. И навстречу. О! Добрый? Добрый, добрый. У меня уже такая... Шварценеггер. Да. Да. Тут уеду Арнольдом Шварценеггером. Слушай, она как от подводной лодки следы оставляет. Сабмарин. Сабмарин, да. Елу, сабмарин. Сейчас выйдет. Белый осётр. Осётр? Осётр бели. Белый осётр? Белый осётр. Создаётся впечатление, что Якуб узнаёт вид рыбы по клинью катушки. Если белый, белуга имеет большую кламу. Да. Если белый, белый, белый. Если белый, белый, белый. Круглая, у белуги острая, как турецкая тупля. Ну и, конечно, весом. Белуга вырастает до полутора тонн. И родом из Каспия. А белый осётр живёт в Тихом океане. Вдоль берегов Северной Америки. И достигает веса всего полкруга. Рыба, надо сказать, оказалась немаленькой. Сколько весело этот экземпляр, оставалось только гадать. Что там, мужика? Я тут. Добрый день. Давай, давай, теперь другом. Играем на пешене. Сколько? Парасад килограмм. Парасадки. Нет, пятьдесят шесть. Парасад, честь. Добрый день. Я вёлка. Веченье, что? Веченье, что? Отличная рыба. Безда. Покинуем руки. Давай, его сейчас отпускать надо. Даёшь фото на память. А у него голова тяжёлая. И тут я почувствовал, что Якуб прав. Шутки шутками. А рыба действительно тянула на пятьдесят килограммов. Как минимум. Я весь вес держу. Удивительно выглядит дикий водоём. Подстриженная травка. Ухоженные берега. Где-то здесь мы будем ловить большого сома. Якуб их запускает сюда для того, чтобы, скорее всего, оттачивать своё мастерство перед своими дальними поездками. Ну, называется это так, руку набить. Здесь он руку качает, набивает. Кто-то делает это в спортзале, а он на этом водоёме. Здесь живут с сомами, весом около ста килограммов. И у каждого есть своё имя. Как он говорит, хотелось бы поймать Иннокентия, Кешу, большой самый. Но если поменьше, друзья, список имён прилагается, он там на берегу, наверное, написан где-нибудь, что в данном водоёме обитают самые под такими именами, карпа под такими именами. Знаешь, конечно, шучу. Якуб появился вовремя. Пять минут опозданий не в счёт. Деловой походкой провёл на специальную платформу и началась подготовка к ловле сама. Как всё здорово. Продумано-то, а? Здесь будем ловить на трагачке от другого брызга. А потом будем ловить там. Там есть плечина, мелкая вода. А днём тепло. Так что сумец будет до мелкой воды. А потом к этой другой стране. А потом везде, короче, везде будем ловить. Там сетчут цени, плескач. Цени сетам тчут. Секс. А сум. Короче, там сами размножаются. Не суми, цени. А, понял. Всё, другая рыба. Плотице, цени. Плотице всё там размножается. А сумами там питаются. Продумано-то, а сумцы там масакруют. Ясно, будем ловить на платву. Будем ловить на карасе. Карасе. А линь. Карасе линь. Наживка будет. Отлично. Палочки такие морские. По идее, был бы здесь тунец, мы бы тунца взяли бы. Килограмм на 250. Опа, плавочек, а? Угу. Поклеечный. И куп настолько быстро всё делает, что даже не знаешь, чем ему помочь в данном случае. Я буду помогать рыбу вытаскивать. Завозить сейчас будем. Он просил мне шуметь, не топать, потому что самы боятся. Я даже боюсь громко говорить. Ты приезжай в Чехию в сентябре-октябре. 10-15 самов за ночь. За одну ночь. Здесь. Вода прогреется до 15-16. Рыбалка супер. Я тебе укажу. У нас квок, вот в России, он делается так и вот так вот. Так и знаем. Там маленько, на реке, мелко. Водохранилище. Бум, бум, бум. Пойдёт? Ишьте, ишьте, инь. Маленький. 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 Вот это, да? Да, я вообще. Вот это будет живец. Маленький. Маленький. Большой рыб. Большой сом. А это спина. Сверху. Нет. Нет? Тады. Второй? Ага. А, тен? Ну, да, да, я так понял, что. А небо, другая варианта, тен до хребету, под теглесем. Так, рыбка, муси, главу долу. Пытается уйти. Если не замотала. Честно так. Я понял, что существует два метода насаживания живца, который мы будем насаживать. Это за губу и за хребет, как, в принципе, и все делают, при ловле крупной рыбы. За губу. Одинарный крючок, за хребет, тройничок. У нас точно так же делают. Единственное, что вот на Нижней Волге так нельзя было плавить, потому что на Нижней Волге при ловле рыбы можно использовать всего один крючок. Азнацкий. Ну, либо тройник, либо одинарный. Ну, здесь другие правила. У меня ответственное задание. Держать спиннинги. Снасть предельно прочная. Можно жигули вытаскивать из канавы. Увлечение ловли пресноводных гигантов у Якуба Вагнера началось с охоты за самами. Более 10 лет он ловил исключительно самов. 330 дней в году путешествовал по Европе, Греции, Турции, Венгрии, Болгарии и, конечно, Россию, Казахстану, Узбекистан. Везде лишь с целью поймать сома. Он работал рыболовым гидом-сомятником в Испании и Италии. Ежегодно ловил сам и с клиентами тысячи сомов. В сентябре 2006 года Якуб Вагнер и его друг Клод Валет провели интересный эксперимент, чтобы выяснить, как много трофейного сома можно поймать за 40 часов рыбалки. Они собрали группу из 9 человек, который за отведенное время выловило 147 зачетных сомов. Итогом неудержимой страсти к сомам стала его первая книга «Мой друг сом». Однажды Якуб сказал самому себе, что пришло время двигаться в ином направлении. И тогда родился проект, выходящий за рамки времени. Список из 24 пресноводных рыб, каждый из которых имеет как минимум сентябрь веса и 2 метра в длину. Он начал искать их по всему миру, стараясь поймать. Его называли сумасшедшим. Говорили, если поймаешь, так максимум 5 из 24. Но он поймал. И на сегодня, после многих лет упорных поисков, его список достигает 19. Но вот следующие 5, возможно, пойманы не будут никогда. А пока мы в ожидании встречи с пресноводным гигантом. У тебя семья музыкантов. Папа музыкант. Ты учился в консерватории. Но ты музыку не забросил, душа у тебя поет хотя бы, когда ты рыбу ловишь. Я учился в пражской консерватории до третьего курса. Со второго этажа я смотрел на реку Влтаву. Это было ужасно, потому что я играл на контрабасе и видел, как люди внизу ловят рыбу. Чувствовал себя уныло. В душе говорил, нет, так дальше не пойдет. Я однажды сказал школе, до свидания. Я пришел домой и заявил отцу, папа, школе конец. И папа, бац! Выкинул меня из дома. Мне тогда было 17 лет. Так началась моя твердая школа жизни. Я в детстве поймал карася. Такого вот карась. С тех пор я стал рыболовом. Мне было 6 лет. Вот ты какую рыбу первую поймал, чтобы стать таким всемирно известным рыболовом? Мне было 5 лет. Я в Пургонецком парке, где я жил со своими родителями. Вместе с браконьером на мото-вильце, на кусок хлеба, поймал свою первую рыбу. Это был карп на 10 килограммов. У меня есть фотография, могу тебе показать. Не, не, но тебе сразу все понятно. Я поймал карасик, грамм на 400. Для меня это была великолепная огромная рыба. А ты сразу на 10 килограммов. Все понятно. Масштабы совпадают. Какой самый лучший трофей вообще? Самый большой? Самой длинной пресноводной рыбой считаю Арапайму Гигас. Это был официальный мировой рекорд в категории «Все снасти». Она была в длину 307 сантиметров, то есть более трех метров. Вот это была большая рыба. Я ее вытаскивал с каноэ, которое было в длину такое же, как и она сама. Это выглядело, как водные лыжи, когда едешь за катером. А как ты тащил ее? Пять с половиной часов. Один. Один? Ты был один? Один. Ты скажешь, ты испугался вот тайгерфиш, огромная рыба, с таким непонятным прикусом? Мечта стоматолога рыба. Тигровая рыба по латыни «гидроцинус голес». В тропической и субтропической Африке их пять видов. Самым известным из них является «гидроцинус витатус». Она вот такая. Если она тебя укусит, то это тоже почувствуешь. «Гидроцинус голес» — это гигантская тигровая рыба. Никто не знает, сколько она в сущности весит. Могу тебе сказать, что я в Конго провел всего 7 месяцев, и каждый раз, когда туда приезжал, терял монстра. Либо он рвет шнур на 60 килограммов, либо ломает узилище, либо перекусывает стальной поводок на 180 килограммов. Тигровая рыба Конго — это, как и верес для альпиниста, не давало покоя Якубу. Выше цели просто нет. Конго является очень опасной стороной для путешественника. Там любят пострелять. Но Якуб исколесил ее вдоль и поперек в поисках гигантской тигровой рыбы. Не шел к нему глиав. И все-таки удача улыбнулась рыболову. Рыба была поймана. Большая, но не гигант. Пока мы все в ожидании поклевки. Это рыба волнуется, либо кто-то рядом находится. Надо отметить, что на рыбалке не только все равны, но и понимают друг друга без переводчика и словаря. Как и положено по жанру, рыболовы обязаны заснуть. Сом разбудит, если судьба. Что мне снится, я расскажу позже. А Якуб, думаю, видел себя в далекой и холодной России. Он у нас бывал не раз. И за тайменем приезжал, и щуку большую искал. Я думаю, он хочет вернуться. Ему у нас очень понравилось. Так, поделитесь на ту левщику. Того правая сибирская кроковила. Подняли, где мне мужем и заблазна. Кажется, кто-то стучится. Не как Иннокентий пришел. Кажется, кто-то стучится. Кажется, кто-то стучится. Да, это не муравей. Пожалуйста, будь с ним в контакте. Здравствуйте, как на рыбе. Хорошая рыба, хорошая. Вот так, вклади хорошо. Мощен бродяга. Мы непростые. Ему муравей. Да, да. Килограмм 60 есть? Я не знаю. Ага, я не пускаю подмошу. Вообще-то все понятно без слов. Уже приземлили. Так. Добрый. 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 Так. Одна, два, три. Добрый. Добрый, добрый, добрый. Велик. Добрый. Видишь, над раном мы с тобой стояли. Хорошо, хорошо. Damit не быть disadvantage. Одно рукой, хватит. Сторого риса. Самов мы меряем в Якубах. Один Якуб называется сам. Поражается, какой аккуратностью Якуб обращается с рыбой. Принцип «поймал-отпусти» уже прочно вошел в жизнь продвинутых рыболовок. Ловить мы научились. Отпускать пока получается не очень. Смотрите, как надо. Рыба плавно опускается в гастрон вперед, чтобы выпустить воздух. А потом уже можно сказать «гудбай». Давай, давай, давай. Ну что, у нас все получилось так, как мы и хотели. Да. Как его звали, этого парня? У него есть имя? Ческий Пепик. Ческий Пепик. Кеша, инокентий, с чувством выполненного долга, удовлетворенный уплывал в свою яму. А мне не давала покоя фраза, сказанная Якубом. Знаешь, что ты понимаешь в этот момент? Не ты фотографируешься с ней, а рыба фотографируется с тобой. Она просто гигантская. Рад был встречи, рад был знакомству. Думаю, что мы будем регулярно встречаться. Ай. На этом все. Редактор субтитров А.Семкин